здравствуйте мои дорогие с вами анучин олег мы говорим обычно про питание и физиологию но сейчас тема война и сахар до живая горячая тема сахар почему-то стал разлетаться мы к этому еще вернемся почему вообще как бы такая тяга к сахару существует что является действительно причиной вот желание что-то съесть сладкое является ли сахар наркотиком и что делать да на самом деле как избавиться от этой сахарной зависимости надо ли голодать или не надо голодать или нужно просто изменить свой образ питания но что касается военных действий да как бы ни назывались там с двух сторон операция спецоперации или еще как-то все это происходит и это трагедия тысячи локальных трагедий тех людей которые пострадали сотни тысяч трагедий тех людей которые потеряли жилье вынуждены были перебраться миллионы лаки локальных таких трагедий когда вы ушли из своего дома и не знаете чем дело закончится это все печально и не это неправильно да можем там заниматься перепалками и это происходит бесконечно в интернете или еще где-то кто прав кто виноват из-за чего нужно было не нужно было и так далее это все не имеет особого смысла потому что по трубе идет газ несмотря ни на что он идет газ в европу из европы идут деньги и в этом суть вообще капитализма как такового да потому что такое капитализм и чем отличается это от предпринимательства от вот руководители заводов и фабрик вот от управленцев чем отличается капиталист от этих людей капиталист все измерять только деньгами для него нет людей завода фабрик как бы это все инструменты для того чтобы из одного количества денег сделать большее количество денег об этом писали давно писал еще и карл маркс давно и потом ленин это все разъяснял почему как и что это происходит да почему капитализм никогда не остановится будет всегда толкать значит своих политиков в спину до чтобы добиваться своих целей там если кто-то вот вдруг сейчас скажет фу-фу-фу там опять вот о чем-то странным говорит ну давайте вот простой факт вам скажу что большевики ведь не свергали царя не свергали царь вынужден был отказаться от престола во время февральской революции 1917 года когда пришел к власти керенский а керенский был поставлен братьями нобелями с которыми советская не советская российская царская власть сражалась в как бы экономическом пространстве и так и не смогла победить они хотели скупить всю нобелевскую структуру всю их компанию но не смогли это осуществить да а проблема с нобелем была в том что они на пару с ротшильдами качали нефть в баку это были основные два крупных игрока на рынке нефти только нобели добавка всему контролировали и монополизировали весь рынок керосина тогда не было бензина там не было вот этих вот сейчас вещей которые там дистоплива и все остальное тогда был керосин да и керосин используется повсеместно в каждом более-менее крупном городе стояла значит газгольдерная станция где керосин этот загоняли возгоняли превращали в газ этот газ использовали для освещения для отопления в общем и вот именно монополизация рынка привела к тому что ценник на керосин взлетел ценник на перевозке взлетели но ведь нужно же допустим по волке сам-то корабль не придет мы конечно видели бурлаков этих да ну корабль работал конечно на керосине уже вот и паровозы тепловозы стали работать же на керосине все это вот было и как быть да как быть то есть ценник от ползет и ползет правительство что-то пыталась сделать ну в результате проиграла но нобели сделали ставку на то чтобы свергнуть это правительство вот вам и весь сказ весь 17 год после февральской революции это было полное сумасшествие в стороне которая в конце концов ну большевики сдая взяли власть свои руки что-то стали делать содержательное правильно дело неправильно там много крови немного крови это уже дело прошлое но должны понимать что за этим стояли деньги большой капитал да вот но были известны на самом деле тем что именно он придумал как делать из легко взрывающегося нитроглицерина динамит да он придумал его впитывать этот нитроглицерин в пористые какие-то вещества и тогда его можно было перевозить вот и пошли у нас мероприятия то есть той поры у нас появились бомбы которые так и были все начинены динамитом очень долго да время пороха там как бы ушло немножко в прошлое пришло время больших взрывов этим знаменит альферд нобель да мы же думаем что он там меценат и нобелевскую премию придумал итак капитализм да капитализм хочет получать дополнительные свои деньги без обмена то есть просто чтобы было одно количество денег осталось другое количество денег чтобы за для этого ничего не надо было делать то есть не давать в общество что-то ценное до продукты услуги какие-то ведь изначально смысл денег в чем состоял в том что они были заменителем обмена то есть но и как бы они были ну как бы символом обмена то есть какой-то выдавали вот цену какую-то стоимость общий измеритель ценности какого-то продукта каких-то услуг то есть человек имеет 100 куриных яиц он пришел на рынок хочет их значит а ему нужны допустим нужна картошка он пошел к продавцу картошки на тебе стоит за мне картошки а в процесс картошки это мне нужны кожаные перчатки а яйца не нужны пошел покупать этот продавец яиц к значит скорняку говорит продай мне верни дай мне за эти яйца кожаные перчатки ехать несу продавцу картошки от него возьму картошку мне не нужны яйца говорит скорняк мне нужна прическа идет теперь к парикмахеру этот человек с яйцами понимаете как сложно это натуральный обмен называлась вместо этого были придуманы деньги и был придуман вот такая такое явление как какая-то ценность она стала получила цифру до куда число стало стоять за этими 100 яйцами да вот стоит стоит столько там рублей тубриков там гудинов чего угодно вообще не важно чего все теперь все стало понятно все теперь обмениваются но некоторые люди решили что деньги являются вещью самой по себе не не требующий как бы обмена да точно может взять деньги и сделать из них другие деньги большие деньги это самая большая ложь которая была положена в основу всей европейской вот цивилизации идея инфляции идея что деньги дешевеют и это влечет людей вот на те шаги чтобы куда-то вкладывать эти деньги и вовлекают людей в криминальный обмен в то есть где обмена нет где ты ничего не даешь в общество но получаешь больше денег да это вот разрушительная вещь для всей экономики всех стран и пока она не будет остановлена война будет продолжаться бесконечно то есть как бы потому что капиталисты будут толкать в спины политиков это будет происходить всегда пока как бы кто-то позволяет себе получать дополнительные деньги не давая ничего взамен если взять организм каждая клеточка находится в обмене с другими клетками каждая клетка значит 24 часа в сутки 7 дней в неделю и так далее так далее постоянно непрерывно продуцируют какие-то продукты вашим вашей пожилочной железе есть мельчайшие там такие образования называются островки ларгинганса в которых трудолюбивые мельчайшие клеточки производят белок инсулин и без этого инсулина ваш организм не будет получать энергию не будет и клетки не будут развиваться будут погибать и вот эти клеточки трудятся они получают взамен обслуживание к ним подводится с помощью системы кровеносных сосудов подводится кислород подводится питательные вещества от них же эти кровеносные сосуды забирают продукты жизнедеятельности отходы там токсины вот этот самый инсулин этот значит углекислый газ это все выводится из организма это происходит везде каждая клетка наш организм каждый орган а орган это совокупность клеток уже сложно образованная сложно организованная где они сотрудничают уже и внутри между собой каждый орган обмениваться с другими органами это происходит это это суть вообще всей жизни вся жизнь она всегда обмениваться с другими формами жизни неизбежно даже когда хищник поедает жертву свою в конце концов хищник умрет и получат микробы свое то есть всегда как бы вся жизнь состоит в этом обмене в котором никогда никуда не деваются вот эти органические вещества которые были созданы жизнью они постоянно получаются какой-то какими-то формами жизни перерабатывается используется для других форм жизни вроде бы там ну трава умерла легла там да там на зиму все корни отмерли стебли отмерли но так год за годом получается ценный питательный слой почвы на этой почве растут теперь растения на этих растениях живут птички значит эти растения могут поедать животные вот такой обмен постоянный в природе это суть жизни обмен и когда мы от него уходим получаем большие проблемы и пока мы не вернемся к обмену мы будем проигрывать что касается сахар наконец-то да как говорил значит этот самый агент кей да в третьей части фильм это сказать франшизы люди в черном знаешь где какая самая разрушительная вещь во вселенной а уилл смит говорит сахар сказать что в том случае был не сахар но тем не менее значит является сахар разрушительным или нет да что такое сахар для нас сахар это вещество относящиеся к довольно простым углеводом углеводородом до который является источником энергии вот как автомобиль наш он работает на углеводородах и кислороде то есть принципе для того чтобы автомобиль ехал вперед что вырабатывалась энергия нужно нужен углеводород какой-то и кислород до автомобили могут ездить на спирту и место почему они не ездят кстати вот интересный вопрос напишите мне в комментариях почему автомобили не ездят на спирту да они могут есть на спирту без особых проблем если вы хотите написать что этот спирт будут тырить и выпивать то это не совсем так есть другая более важная причина почему автомобиль не может ездить на спирту вернее может но это будет приводить к определенным проблемам значит но в автомобиль не может сам себя обслуживать автомобилю нужна ваша помощь для того чтобы какие-то детали сношенные вытаскивать чем-то заменять что-то там какие-то ремни какие-то колодки тормозные еще что-то все время это все вот как бы исправлять вы снаружи должны это исправить то есть заменить на другое организм же наш для энергии он действительно вырабатывает ее с помощью сжигания углеводородов то есть это вот ну сахара в принципе у нас в организме в крови течет глюкоза эта глюкоза используется в каждой клетке нашего тела именно инсулин заставляет клетку забирать глюкозу себе внутрь и использовать как источник энергии и вот эта глюкоза вот она реально как бы сжигается да все то же самое происходит мы с мощью кислорода и сжигаем и вырабатывается углекислый газ и вода кстати вот ну вода при сжигании тоже появляется это еще и дополнительный источник воды в организме далее и вот было обнаружено да что как источник энергии конечно же сахар вещь хорошая но организм нужны еще белки потому что белки постоянно строят организм и когда их не хватает в организме до рыли снова будет от вас просить еду и вы будете снова насыщать сахаром и снова не будет хватать белков и снова будет хотеть значит организм сахара а потому что это быстрая форма энергии если например адель дэвис уже там в 60-х или 70-х годах прошлого века показала что съеденной булочки там сладкой со сладким чаем хватает там на полчаса до может быть минут 40 а съеденной яичницы хотя калорий там столько же до хватает часа на три это было просто сделано с помощью замеров уровня глюкозы в крови и конечно же когда уровень глюкозы начинает падать вы ощущаете усталость вялость конечно вы становитесь расстроенными когда вы съедаете сахар вы становитесь немножко оживленными и вам становится лучше это не значит что сахар обладает наркотическим действием как многие пишут что сахар наркотик вызывает привыкание и так далее так далее наркотики улучшают настроение за счет того что отсоединяет человека от действительности дальше как бы наркотики и алкоголь помещают человека в некую иллюзорную действительность где все хорошо радостно прекрасно и это самое и значит люди пукают ароматом фиалок то есть ну я шучу да ну просто вот там куда как бы их выносит там все хорошо вот потом про все возвращается с новой силой для новой эйфории так сказать нужно еще большая доза почему вот в этот круг порочные увлекаются наркоманы алкоголики для достижения хороших состояний нужно еще повторить и еще большая доза а большая доза потому что организм адаптируется печень начинает эффективнее нейтрализовывать токсины и яды которые вы принимаете ведь все наркотики все алкоголь это яды а начиная тыс и более эффективно их сжигать и действие уже не такое да то есть как раз выпили во второй раз рюмку вина а чуть не так уже прикольно как в первый раз давай ка еще хряпну я рюмку это больше ядов и действительно получается вот немножко улучшение настроения в результате происходит постоянная интоксикация и чем путин не хороший никому не нужен то есть сахар только лишь улучшает настроение за счет того что теперь вы не испытываете энергетического голода вот очень просто но есть вещи которые с сахаром связаны вот именно ваш образ питания недостаток каких-то веществ связано с тем что вам хочется этого сахара одна из причин это состав кишечной ну флоры сейчас называется микробиота то есть это микробиота это совокупность микроорганизмов разных видов в вашем кишечнике они очень разные эти микроорганизмы и они сражаются ну считается там до 300 некоторые считают видов некоторые там еще больше если несколько основных ну вы там знаете лактобактерии бифидобактерии вот такое и эти микроорганизмы сражаются там за место под солнцем просто чья возьмет да и им в силу их разной разной природы нужны разные питательные вещества то есть там допустим лактобактериям хорошо там молочная да допустим там а вот сладкое там хороши другим бактериям а допустим мясо хорошо еще каким-то бактериям да а вот растительная пища хороша еще каким-то бактериям и как только у вас начинает поступать больше какой-то пищи одинакового там вида а эти бактерии начинают размножаться в организме в большем количестве их становится их они побеждают в этой битве за место под солнцем и начинают требовать от вас такой еды которая будет им хороша ваши вкусовые предпочтения ваши пожелания а чтобы мне съесть а вот вот это вот я пожалуй съем это напрямую диктуют вам микробы в вашем кишечнике вот это удивительный факт но это так и есть именно микробы в вашем кишечнике говорят вам что вам сейчас хочется кушать и когда у вас это микробиота смещается там в неправильную сторону она начинает требовать сладкого да но есть типы пищи которые ухудшают состояние организма это конечно же вот сладкое это конечно же вот там мучное тоже самое это конечно же мясо там да то есть как бы развивается бактерии которые выделяют достаточно много токсинов и происходит отравление организма этими токсинами то есть ваше состояние ваше самочувствие ухудшается и бактерии значит развиваются и болезни какие-то приходят это происходит неизбежно вот всегда когда вы начинаете смещать ваш рацион в сторону растительной пищи да а мы приматы 50 процентов пищи должна быть у нас растительная да мы там как обезьяны любые там наши предки они могли там жучков каких-то какую-то мелкую живность есть что-то там мясное съесть но в основном растительная пища почему например как бы многие нам подходят части тела с свиньи например да почему организм немножко сходен с телом свиньи например там там сердечные клапаны могут взять у свиньи там значит вшить там еще что-то какие-то ткани всходное питание у свиньи тоже растительная пища и мясная тоже может быть то есть это знают любые кто держал свиньи то есть они с удовольствием там сидят и мясное что-нибудь хотя растительную пищу с помню пошлёт меня дедушка ну-ка нарви вот это такой травы лебеды и щерицы нарву на огороде принесу им они уплетают за милую душу и так растительная пища должно быть хотя бы половина тогда микробная значит братья правильно и развивается организм перестает страдать от многих болезней многие болезни просто отойдут как бы в сторону а энергии будет все равно хватать потому что растительная пища вот ну такая не вареная до натуральная она будет приходить в кишечник и вот целлюлоза то есть вот в принципе вся растительная пища все эти ткани все эти вот листы все там что жесткое такое есть более-менее это все целлюлоза да это цель ну еще называют клетчатка там ну потому что собственно оболочки клеток растительных они из этой целлюлозы сделаны вот вы съедаете она не усваивается вашим организмом попадает вниз в толстый кишечник там живут специальные бактерии которые раз едают то есть они с удовольствием едят эту целлюлозу вот они едят эту целлюлозу и вырабатывают для вас специальные коротко цепочечные жирные кислоты это такие жирные кислоты которые прям там в кишечнике усваиваются они очень маленькие молекулы и организм может их захватить поэтому и энергия будет появляться да это один момент растительная пища второй момент вы очень быстро заметите что когда у вас придет в порядок ситуация с серой да то есть именно сера является часто таким недостающим сегодня значит компонентом питания можете посмотреть мою лекцию про мсм про серу и там увидеть вот это вот как бы то что этом рассказа именно оборот серы в организме недостаток серы приводит к желанию сладкого как ни странно да к недостатку энергии в организме как вы можете это решить первое вы можете добавить в рацион витамин b6 прям не маленькие дозы не 23 миллиграмма 100 миллиграмм в день до витамин b6 уже называется передоксин в аптеке можете купить мелкие таблеточки передоксина хлорид начинаете есть каждый день и о чудо очень быстро замечаете что вы сахара не хотите вот сладкое вам просто не нужно вот у вас очень быстро пропадет желание сладко это связано с тем что витамин b6 необходим для обработки серы он именно он участвует в преобразовании там двух аминокислот из одной в другую вот серосодержащих из 20 аминокислот с которых состоят все наши белки и всех животных белки состоят из 20 этих аминокислот значит 2 серосодержащих вот именно b6 нужно для того чтобы выковыривать серу из этих аминокислот второе это можете взять источник серы это мы с и метил суфанил метан неважно как не надо запоминать то я помню и говорим чтобы поумничать вот но вообще мы с м м с м можете по-русски писать м с м вы найдете в сети можете по-английски писать м с м неважно вы все равно найдете и это хороший источник серы потому что очень долго не могли сделать какой-то источник серы такой который бы и усваивался хорошо потому что это желтая сера который может встретить в угле только кто-то топил печки углем может еще помнить там такие куски желтой серы вот это сера никак не будет усваиваться вот вот та которая будет усваиваться это либо органическая сера которая приходит с осадками из океана то есть она приходит и оседает то есть на фруктах овощах там поэтому можете капусту с грядки взять и просто сажать ее полкачана или весь качан такая она будет вкусно хотя в нас в холодильник когда она лежит вы никогда ее и и даже не попробуйте откусить точно так же из черешни из вишни вишню кислючую с ветки прям за обе щеки потому что на этих фруктах на этих овощах есть сера она летучая она пришла с осадками с туманами с дождями вы сорвали занесли в дом она испарилась ее больше нет да вот поскольку такую органическую серу довольно трудно употреблять долго 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 трудились ученые чтоб синтезировать какое-то вещество которое было бы и удобно употреблять и чтоб организм усваивал эту серу это и что называется мсм оно было синтезировано наверно либо в конце восьмидесятых либо начале девяностых и сейчас как бы пожалуйста китайцы его делают за недорого вот опять же как его употреблять смотрите мой мое видео промы сэм вот и весь в принципе сказ если вы просто вот только это обеспечиваете прям мы сэм начинаете принимать и вы на второй на третий день видите что вам сладкой не хочется ни тортов даже выпечка вот это печеньки вот эти вам просто становится неинтересно вот так вот это вот удивительно устроено и это является конечно большой тайной потому что сахар сахар почему сахар так нужен капиталистам и почему он сейчас стал таким повсеместным продуктом почему нас всех подсадили на этот сахар да потому что как я говорил уже капитализм хочет сделать деньги из ничего то есть буквально продавать вам жеваную бумагу туалетную бумагу но так чтобы вы покупали кушали за обе щеки и говорили ах какая вкусная туалетная бумага для этого берут любую какую-то непотребную и даже пищи нельзя назвать сырье какое-то непотребно заливает его сахаром замешивают в него сахар и скармливают потому что за оглушающим вот этим действием сахара уже вы остальных вкусов не слышите да и организм говорит о ну хорошо хоть какая-то энергия да и вы потребляете эту энергию вот причина такой сахарной эпидемии с причина такой как бы такого частого и повсеместное использование сахара посмотрите купи баллончик батончик съешь его и будешь сыт ну и этот бал батончик он всегда очень сладкий там этот напиток газированный он всегда очень сладкий значит допустим какие-то хлопья там они всегда будут очень сладкий все должно быть очень сладким чтобы скрыть некачественность этих продуктов да вот из-за этого мы так все вот подсажены этот сахар из детства прям деток всех подсаживать на сахар но если вы деткам будете давать витамины и вот хотя бы чтобы 6 у них был вы заметите что они не будут кушать сладкого до нас сын вот так мы все время урастили мало то что вы махал выше всех нас выше всех в нашей семье вот но он и не есть практически никогда сладко вот эти пирожные торты шоколадки может есть может не есть вот знать в отличие от всех остальных детей и родились этим сражаются вот мой там все время шоколадки таскает и так далее пожалуйста передоксин маленькие таблеточки b6 далее он выпил и вы увидите как это быстро все будет меняться ну или просто мультивитаминный комплекс далее теперь что касается того надо ли каким-то другим путем избавляться от зависимости от сахара ведь такую создали шумиха по поводу сахара так запугали всех калориями так объяснили всем что он там превращается в жир и откладывается действительно будет превращаться потому что лишняя энергия будет перерабатываться организм пытается создавать жиры значит ну кроме того что я сказал в принципе еще ситуацию с сладким и вообще с волчьим голодом как таковым это у нас три назвал да вещи растительная пища b6 и мсм еще одна вещь это незаменимые жирные кислоты незаменимые жирные кислоты они необходимы для многих-многих таких процессов в организме если их не достает организм пытается создать жиры у него это не получится потому что ему нужны только незаменимые жирные кислоты он самых почему незаменимых не может создать но он будет создавать их и отсюда будет вот на боках везде налипать потому что незаменимых жирных кислот мало недостаток может быть огромный самый простой источник натуральное подсолнечное масло пожалуйста каждое утро ложку выпили и пятое смотрите мой мое видео про паразитов да супер паразит трихомонада да потому что именно он пожирает ваши незаменимые жирные кислоты вот эти две вещи они связаны да он пожирает ваши незаменимые жирные кислоты питается ими и поэтому вам их не хватает вот пожалуй пять причин так вот когда вы пытаетесь отказаться от сахара не изменяя ничего в питании а организму нужна энергия то есть он все равно теперь вы обрекаете организм на голод энергетический да что произойдет произойдет вот что ваше внимание вот сюда все прилетит внутрь вас потоки которые вы направляете чтобы что-то видеть воспринимать вот сюда вот вовлекутся к вам и там в вашем разуме значит ваше внимание найдет картинки записи разума прошлые записи разума и также как вы не можете поехать на мальдивы но когда вы посмотрели фильм вроде как полегчало точно также разум будет доставать оттуда будут доставать такие записи где есть энергия а это всегда что такое травмы столкновения значит какие-то вот эти вот события какие-то бабах что такое с вами случилось когда на вас воздействовала какая-то сильная энергия это очень плохие картинки где у вас очень плохое настроение и вы соприкасаетесь с этими картинками и настроение падает вот почему люди которые сидят на диетах которые ограничивают себя в еде они бывают часто очень вот такие нетерпимые взвинченные стресса неустойчивые потому что они все время подхватывает из разума эти записи разума и вытаскиваются эти записи разума и там ничего хорошего нет там боль страдания несчастья вот люди которые хорошо питаются даже если они бывают полноваты они обычно хороши в общении то есть довольно доброжелательны но есть золотая середина это конечно же использование недостающих элементов питания то есть которые устранят и тягу к сладкому и тягу просто к прожорливости какой-то да вот посмотрите на меня да я уже там давно там дошел до веса у меня там было почти 80 уже килограммов а сейчас уже где-то там 72-73 килограмма я ничего не делаю никакой зарядки никаких ограничений в еде есть просто некоторая диета какие-то вещи я ем какие-то не ем я об этом в общем рассказываю и все это произошло само собой снижение веса нормализация и соответственно нормализация самочувствия и все остальное при росте 174 сантиметра поэтому не нужно отказываться от сахара обеспечивайте себе источниками энергии но сделать эти недостающие вещи устраните дефициты до каких-то питательных веществ и у вас самостоятельно отпадет эта тяга к сахару все сахар источник энергии сахар не наркотик сахар нужен в конце концов все что вы съедаете у вас будет выработана в глюкозу и глюкоза пойдет ваш организм будет питать каждую клетку энергии теперь все я желаю вам хорошего настроения желаю вам самим сейчас в эти непростые времена делать добрые дела продолжать их делать зло будет всегда захватывать и завлекать внимание и внимание добрых людей питает злые дела к сожалению да и даже деньги которые так сказать вот наши там народные с обеих сторон до идут на эти плохие дела на все эти там ракеты и выстрелы и все остальное вот я не говорю что какая-то страна сторона права какая-то виновата это вообще не предмет моего канала я здесь не собираюсь это обсуждать я просто говорю что именно хорошие добрые дела наши ежедневные нужно продолжать делать где бы мы ни находились и в конце концов если вы никак не можете помочь людям которые попали в какое-то несчастье с кем-то случилось эта трагедия хорошо ну может быть молитесь да так сказать знаете я не был никогда верующим но у меня были трудные времена я молился вот потому что знаете как выяснилось во вторую мировую в окопах все очень быстро становятся верующими все атеисты советские очень быстро становились верующими и уже в сорок первом или сорок втором году Иосиф Иосиф Иосифович Сталин главнокомандующий собрал руководителей конфессий основных ты православные значит мусульмане иудеи собрал и в общем как бы попросил у них помощи именно и в этом тоже вот как бы в их духовных делах и даже вернул некоторые здания исторические центре москвы передал значит патриархату московскому это было да потому что очень быстро слетает это значит атеизм этот материализм когда палят когда стреляют когда значит несчастье вокруг тебя происходит когда твой близкий человек страдает в том числе от несчастных каких-то какие-то неизлечимых болезней молиться вот что нам бывает остается и если вы как-то знаете как это делать да даже если не знаете можете это делать что-то такое есть кроме того что мы просто видим вокруг себя и в зеркало всех благ хорошего настроения с вами был Анучин Олег до новых встреч пока пока